Пока пол сохнет, встретимся с нашими героями и перенесем их поближе к морю. Архитектор проекта Татьяна Кононова пригласила Ольгу, Алексея и Володю на мастер-класс. Делать будем теплую гальку из натуральной овечьей шерсти. Но семейство Масловых пока об этом не знает. Поможет нам дизайнер Виктория Кацу. Здравствуйте! Ой, сколько тут всего! Вова, Деда Мороза из тебя будем делать чувство. Это что-то мягкое. Или маме шубу. Мы сегодня будем делать предмет для вашего интерьера. Очень интересно. Виктория нам расскажет, как мы его будем делать. Сначала мы будем выкладывать шаблон, небольшие кусочки шерсти. Белую класть? Нет, белую потом. Сначала мы кладем цвет основы. В волокно шерсти домашней овцы. Это точно будет пофиг. Или для мамы? Имеет маленькие чешуйки, если посмотреть под микроскопом. Как рыба? Которые раскрываются под воздействием пара. И благодаря этому ворсинки сцепляются между собой. И получается войлок. На этом и построен принцип валяния. А, то есть мы валять будем? Валять будем. Так это же, наверное, будут валенки. Мы будем валять. Отлично. Валенки для хождения по комнате. То есть без валенок комната у тебя не уходить. После того, как мы разложили первый слой, мы должны полить его горячей мыльной водой. Мы берем, разгоняем просто это мыло руками. После того, как мы смочили все это дело и хорошо пропитали, включаем наш инструмент. Ну это вообще шлифовальная машина, обычно шлифуют. Да, это обычная шлифовальная машина, которую мы будем использовать в нашем мастер-классе. Но мы же не будем валять шлифовать. Тут и шкурки-то нет. Я его знаю. Давайте приступим. Давайте попробуем. Теперь мы переворачиваем наше изделие в другую сторону. Чтобы не подгорело? Совершенно верно. Края подворачиваем, они должны быть ровными. Дальше по уже отработанной технологии. Выкладываем еще один слой из черной шерсти и снова устраиваем будущему Пуфу мыльный душ. Теперь мы будем раскладывать наш рисунок. Теперь мы берем вот эту белую шерсть. На усы похожи. И кладем. А, кстати, пахнет овечкой. Белую шерсть выкладываем фантазийным рисунком. Опять мылим и проглаживаем. Наш пирожок, который ждет в следующей стадии... Тулочек. Валяния, который называется увалка. Может, шапка будет? Сворачиваем основу в рулон. Раньше, когда не было воздушно-пузырьковой пленки, мастера использовали циновки. В процессе волокно дает усадку и становится плотнее. А что же теперь с мылом-то? Он таким мылом остается? Конечно, нет. Мы обязательно должны выполоскать это мыло, поставить его осушиться. И что получится? А получится у нас вот такой вот чехольчик. Ага, я был прав. Вон она. Которую мы будем надевать. Какие ассоциации? Галька на прибое морском, что-то такое. Может быть, на полу будет какая-нибудь синяя полоса, а вокруг нее будут такие камушки лежать. Там, я не знаю, как-то так. Да, морская тематика точно прослеживается. Я думаю, что будут просторы какие-то, большая площадь, на которой вот какими-то маленькими кусочками будут разбросаны такие мягкие-мягкие камушки. Сад камней. Сад камней из Японии, да, что-то. Помимо камней в комнате еще что-то будет. Наверное, небо будет на потолке. Я очень надеюсь, это вот этот камень, что вот он темный. Все остальное должно быть светлым. С белым, да, все остальное должно быть более вот какое-то празднично отдыхающее, то есть вот. То есть либо белое, либо так вот золотоватое. Солнечное, солнечное, много света. Ну, ясности больше не стало, да. Стало понятно, что там много всего натурального. Мысли для размышлений появились после этого камня. Но что там в итоге будет, мы до сих пор не знаем. Теперь думаем. Таня, мы сейчас с вами смотримся как силачи, несущие гигантские валуны. Наши герои к ним приложили руку, валяли, творили. Получился сейчас пляж, про который мы рассказывали. У нас есть песок в виде ковра. Мягкий, пушистый, да. Наша, собственно, галька в виде пуфов. Это не галька, это целые валуны огромные. Я вот представляю, придешь с рампутой, да, нервной, хочется разрядиться, раз, на гупе таком. И ничего страшного, а можно кому-нибудь кинуть. Да, тоже без вреда здоровью. Ну, сесть опять же сюда. Осталось совсем немного. В диванной зоне появляется семейство журнальных столиков. Таня, ну, совсем другие ощущения от этой комнаты. Она стала просторнее, светлее. Да, мы нашими приемами полностью изменили пространство. Очень приятно. Тут же камни разбросаны, галька, паруса. Скала читается по-другому уже, да? Совсем, да. О, да вы приручили стихи «Море, океан в руках держите». Мы решили подготовить вам тоже камни. Вы нам подготовили мягкие камни, чтобы мы их делали. А мы решили вам сладкие камни. Это очень-очень приятно. Вот с этими цветами, с этим волнением вы ассоциируете свой новый интерьер? Ну, нет. Скорее, наше ожидание волнительное было. А, понятно. Вот, это передалось все в торте. Кондитеру, да? Дизайнер почувствовал, да, как мы волнуемся и решил это, видимо, изобразить. Я думаю, светлое. Не знаю, насколько там много синего, но камни там точно должны быть. Мы же их делали. Ну, это да. Вот теперь новый опыт приобрели. Посмотрите в сторону вашей гостиной. Вау. Классно. Такое все теплое, я имею в виду. На взгляд такое теплое. Овечка. О, это легендарная овечка. Она еще в 70-х годах прошлого века появилась. Ярославе понравится. Ты, Ольга, говорила, паркет, паркет. Смотри, такое все гладкое. Это наливной пол. Это гладь воды. Точно, да, кстати, ассоциации. О, наши мягкие камни. Помнишь? Ваши камни, да. У меня глаза разбегаются. А если вы посмотрите... Это, смотрите, у вас песок. Это у вас галька. Есть, есть ассоциации. Есть ощущения, да? Да, да. Это, конечно, очень красиво. Самое главное, что все такое широкое, свободное. В то же время какое-то теплое, не знаю, такое. У нас же маленькая дочка, да? И я вот вижу, что, в принципе, все выглядит довольно безопасным для нее. Я имею в виду, сложно что-то вот так вытянуть, свалить на себя. Все либо мягкое, либо не вытянешь. Собственно, очень отлично. И камни вписались, и диванчик мягенький, вроде маленький. А мы вот втроем сидим замечательно. Хотя тут есть черные какие-то акценты, но они как-то не затемняют саму комнату, а, наоборот, выделяют, освежают ее. Да, контраст такой. Контраст, правильно сказал. Если все было в одном тоне белом, как мы до этого дизайнерскую свою работу делали, то все сливается. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok